МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шла встреча нового 2016 года в Кёльне. На этих кадрах видно, что смуглые молодые люди расстреливают петардами прохожих. Но и это ещё не всё. По данным полиции города, именно в эту ночь были ограблены, избиты и подверглись насилию более 170 немецких женщин. В ту же самую ночь в управление уголовной полиции Гамбурга поступило ещё 27 заявлений. И потерпевшие показали, что эти преступления совершили лица совсем не европейской наружности. А это уже столица ФРГ – Берлин. Как видно на этих кадрах, празднование Нового года в Берлине ничем не отличается от Кёльна и Гамбурга. Те же петарды, выпущенные в людей, те же ограбления, разбои и домогательства. Те, которые приходят, они живут замкнутыми какими-то социумами и пытаются свои нормы культуры, духовные нормы устанавливать в жизни, в системе человеческих отношений. И они никому не понравятся. Поэтому что произойдёт там? Я думаю, что, скорее всего, первые столкновения, которые произошли, нам показали в Европе, это только первые ласточки. По мнению экспертов, от того, как в 2016 году поведёт себя Германия, зависит будущее всей Европы, а то и мира. Не случайно именно сейчас историки всё чаще вспоминают, что обе мировые войны начала именно эта страна. Но за Ангелой Меркель на коллаже уверенно стоит Хилари Клинтон, которая, по мнению многих аналитиков, способна стать будущим президентом США. Она как бы выталкивает бундес-канцлера Германии, что, возможно, означает разногласия между Вашингтоном и Берлином. ...разделились. Одни россияне считают, что планеты управляют олигархи, другие грешат на американцев, третьи на масонов, либо имеют в виду конкретных Амбаму, Джорджа Буша и королеву Великобритании Елизавету II. А как на самом деле? Откуда возникло мнение, что на планете есть единый центр управления, и если так, то какие цели он преследует? На этих кадрах один из самых дорогих отелей мира. Именно в его стенах проходила ежегодная встреча организаций, которые и приписывают то самое огромное могущество и влияние в мире – Бильдербергский клуб. Более того, на этой встрече был и представитель от России. Кто же этот человек? На последнее заседание Бильдербергского клуба, которое состоялось в июне 2015 года, то в числе представителей от России, вот наряду с Рокфеллерами, Назельсук, с Киссинджерами, вы можете от России найти фамилию Сергея Гуриева, которое через какое-то время было объявлено, что он будет, в частности, главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития. Вокруг этого тайного собрания были предприняты жесткие меры безопасности. Вы сами можете убедиться в этом, посмотрев это видео. Попасть на закрытую встречу миллиардеров и других сильных мира сего можно было только по специальному приглашению. Более того, по итогам заседаний клуба всем было запрещено делать какие-либо заявления, а участники таких встреч не имели права рассказывать о том, что на них происходило на самом деле. Но к чему все эти тайны? Может быть, ответ содержится в том, как и при каких обстоятельствах появилась эта закрытая организация для избранных и чем она на самом деле занимается? Обратите внимание, во всех встречах сегодня, на самом высшем уровне. Министр финансов, директора центробанков, вообще люди, отвечающие за финансовый блок, являются самыми главными. Они по существу и управляют всей современной экономикой. Спрашивается, ну какая мне разница, что называется, кто является премьер-министром данной страны, или каким образом формируется состав кабинета, если, допустим, министром финансов или финансовые решения принимаются даже не внутри страны, а за ее пределами. На этой фотографии вы видите то самое здание, где прошло самое первое заседание клуба в 1954 году. Именно поэтому этот тайный клуб так по нынешнюю пору и называется Бильдербергским. Хотя уже тогда совещания мировой элиты стали привлекать внимание общественности. По всей видимости, общество в нашем мировом, обязательно надо для себя определить, что им кто-то правит. А для чего это нужно? Для того, чтобы понять, что есть какое-то стратегическое развитие мира, тактическое, кто-то что-то определяет. Кто же стоит во главе этого форума элит? Председателем организационного комитета Бильдербергского клуба является Анри де Кастри, глава президиума французской компании АХА, крупнейшего страхового концерна. В комитет входит целый ряд представителей ведущих банков, таких как Голдман Сакс, Морган Стэнли, а также бывшие главы Европейского центробанка и Дойчебанка, Жан-Клод Трише и Йозеф Акерман. В Бильдербергском клубе всего 383 человека, из них более 100 американцев. Изначально Бильдербергский клуб был создан для противостояния коммунистической разной цивилизации. И это уже вовсю исполняется. Думаете, это Ближний Восток? Но это столица Франции. Опустошающие войны на Большом Ближнем Востоке привели к огромному потоку мигрантов. И, по мнению экспертов, этот наплыв ищущих пристанища и мирной жизни людей был преднамеренно организован извне. Для чего же это организовано? А вот участвовать в мировой гражданской войне, даже осознанно-неосознанно в этих процессах. Но, конечно, сытая Европа не очень хочет. Кому хочется идти воевать, когда ты неплохо живешь. Поэтому туда запустили вот этот поток мигрантов. Последствия совершенно прозрачные. То есть поток мигрантов – это, во-первых, более дешевая рабочая сила, она снизит цену рабочей силы. Более того, они вытеснят со своих рабочих мест многих европейцев. Значит, это одна сторона. То есть социальное обстановку ухудшится. Но что же будет происходить дальше? По мнению историков и политологов, неизбежно начнутся столкновения на этнической и межконфессиональной почве. А затем Европа столкнется с бурным ростом криминала и терроризма. Россия уже проходила это. На этих кадрах лихие 90-е на Северном Кавказе. Десять лет в тех местах гремели выстрелы и взрывы. Была тотальная безработица среди молодежи. Именно Кавказ стал поставщиком боевиков не только для внутреннего потребления, но и на экспорт. Что произойдет в Европе? Да то же самое. То есть это как раз будут те силы, из которых можно будет формировать вот эти самые боевые единицы мировой гражданской войны. Наняли, собрали, обработали какими-то лонгами, собрали в группировку, и вот они начали действовать. Но и это еще не все. Сверх задачей проекта Бильдербергского клуба является не просто моделировать хаос на нашей планете и зарабатывать на этом очень большие деньги, но и поставить людей в ранг рабов. По мнению экспертов, для этого необходимо вытравить у человека все духовные устои, которые могут поднять его на борьбу за свое будущее. Нужно его превратить, ну, грубо говоря, в такого духовного урода. Ну, на самом деле, вот эта смена полов и так далее, это вещь, которая, ну, прямо направлена на уничтожение страны, семья вместе с ней и на уничтожение населения. Это понятно. Вот. А вот это... Чупизация, это понятно, это возможности контроля внешнего. И, на самом деле, мы так мало осознаем, но даже вот пользуясь уже теми средствами электронными, которые у нас есть, в качестве мобильных телефонов там и так далее, в качестве всяких карт, где мы уже известно, где мы что покупаем, так сказать, что оплачиваем, в интернете известно наше пристрастие, что мы смотрим, с кем переписываемся. По мнению самых разных экспертов, современное человечество уже неплохо контролируется. Безналичные деньги, пластиковые карточки, медицинского страхования – это лишь видимая часть айсберга. Но эти меры никак не решают проблему с сокращением численности населения. Поэтому в планах структур, которые могут входить в мировое, правительство – развал семьи через расширение однополых браков и их пропаганду. Из западного мира на данный момент три основные центра. Индустриальный интернет, центр управления будет находиться в Англии. Это строит G-Capital, американская компания, которая уже стала глобалисткой, это, так сказать, интернациональной компанией, корпорацией. Второй центр искусственного глобального интеллекта находится в городе Грунинген в Нидерландах. А третий центр находится в Швейцарии на озере Лугана. И по некоторой информации, просочившийся в прессу обозначен тремя шестерками. Но какую нагрузку несут эти центры глобального интеллекта? Как они реально могут способствовать сокращению человечества с 7 миллиардов до 2? Это на национальные структуры готовят электронные деньги и безналичное общество, которое будет, собственно говоря, оперировать как некое открытое, как они называют, электронное правительство, и, как я уже сказала, через чипы в мозг, которые называются Brain Computer Interface, интерфейс, мозг, компьютер. Напрямую, то есть без национальных, так сказать, границ, без... То есть будет уничтожена семья, государство, даже пола людей. Люди просто будут превращены, так сказать, неких биороботов по их плану. И хотят они, так сказать, начать эту систему как раз через глобальный некий кризис. Но насколько можно утверждать, что именно Бильдербергский клуб является тайным мировым правительством? Однозначно на этот вопрос ответить нельзя. И вот почему. Кроме этого международного форума элиты в мире существует еще несколько закрытых от общественности структур. Одна из них – так называемый Комитет 300. Вы видите уникальный документ. Это сертификат признания дипломатических полномочий. Подписан на государстве, выделяется элита, состоящая примерно из трех сотен семейств, которые держат в своих руках контрольный пакет акций этого государства. Какие материальные активы входят в этот контрольный пакет? По мнению экспертов, это и промышленные предприятия, и полезные ископаемые, в том числе еще недобытые. Швейцарский федеральный институт в Цюрихе опубликовал доклад, где он утверждает, что 47 транснациональных компаний контролирует 40% мирового дохода. И им трудно не поверить. А когда начинаешь сопоставлять все, что происходит, то мне кажется, что вот та верхушка со своей корпорацией, со своей пирамидой, со своей хирархией, она создана не через заговор, а она создана, исходя из самого развития экономики капитализма. В 1992 году бывший сотрудник британских спецслужб Джон Колыман выпускает скандальную книгу, мгновенно ставшую бестселлером. Она так и называется – «Комитет 300». «Комитет 300» – такая легендарная штука, как черная кошка в черной комнате. Все о нем слышали, но никто не видел. «Комитет 300» – кого только туда не причисляли. «Комитет 300» – и эти в нем участвуют, и эти в нем участвуют, и те в нем участвуют. Этот закон 300 действует и тогда, когда речь идет о нефинансовой власти. Например, об аристократии той или иной страны. И если в начале прошлого века в каждой европейской стране была своя национальная олигархия, которая состояла из аристократов, промышленников и национальной буржуазии, то сейчас ей на смену пришла всемирная олигархия и транснациональные корпорации. И все это происходит при фактическом одобрении Организации Объединенных Наций. Но внимательные люди вообще обратили внимание на то, что еще в 2000 году на юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН было сказано, ну, практически дословно цитирую, потому что меня в современном цитате самого поразило. «Мир движется к тому, чтобы быть управляемым, единым диктатором с беспрецедентными полномочиями». Но к чему может привести уничтожение национальных границ и управление миром лишь одним человеком? Как полагают эксперты, это неизбежно приведет к уничтожению крупного национального капитала и замене его транснациональным. Как полагают эксперты, каждая из трехсот семейств – это отдельно взятое государство со своим президентом, бюджетом, собственными спецслужбами. И каждое такое государство способно бросить вызов любому национальному правительству, оставаясь при этом абсолютно неуязвимым. Мало кто знает, что до недавнего времени между многими из этих кланов была нешуточная борьба. Старелитейные магнаты, они категорически против для того, чтобы развивалась химическая промышленность с заменой металлических запчастей, грубо говоря, на пластиковые. А пластиковые магнаты категорически против того, чтобы внедрялись новые, как говорится, альтернативные источники энергии, потому что они сидят вообще, в общем-то, на отбросах от нефти, то есть на отходах от нефтенной переработки. То есть уже внутри межкорпоративные, скажем так, несогласия настолько сильны, что они не могут в мировом правительстве их уладить. По мнению конспирологов считается, что именно книга Коломана вдохнула жизнь в идею создания тайного мирового правительства. И основным, главным заказчиком возрождения этой идеи стали Соединенные Штаты Америки. Но зачем? Есть гипотеза, что США увидели для себя возможность управлять миром через наднациональный институт мирового правительства. А способствовало им в этом создание Европейского Союза, который стал стремительно расширяться и в настоящее время охватывает практически все европейские страны. Американцы как бы для себя увидели вот эту вот возможность. Мир стал интегрироваться, мир стал глобализироваться. Это была как бы основная тенденция развития современного мира, которая, кстати, базировалась на экономике, на экономических закономерностях. Мир стал ближе экономически, технологически и встала дальше вопрос о политической организации этого мира. В условиях, когда Организация Объединенных Наций не могла, в силу, может быть, того, что она родилась в середине 40-х годов, выполнять роль именно органа, который управляет миром. Для Соединенных Штатов Америки возникла прекрасная возможность стать властелинами мира и легализовать свою претензию на глобальное господство. Легендарная американская история Пакс Американо показала одну очень интересную вещь. Когда они провозглашали этот проект и говорили о том, что стремятся американизировать весь мир, этот самый мир начинал их экспансию отторгать. А когда Америка облачала свои властные претензии в наднациональные категории, и эти институты теряли что-то специфическое американское, то все происходило с точностью да наоборот. Та интерпретация, которая сегодня дана или дается, или которой именно американские мыслители, западные мыслители, в основном англоговорящие, вот англосаксонского мира, когда они развивают свои концепции мирового правительства, то в это вкладывается именно вот эта категория, что это форма утвердить, легализовать претензии Соединенных Штатов Америки на руководство всем миром. Но как и 11 вершителей, это потомки апостола Павла и Варнавы. Согласно информации наших экспертов, эти люди, которые должны были изначально нести христианскую религию, а потом и управлять Вселенской Церковью, то есть Царством Божьим. Существует... Можно назвать тайным мировым правительством, а можно назвать, скажем, архитектором Вселенной. Можно назвать... Скажем, я знаю, что 22 суфия когда-то правили миром. 22 суфия управляли миром. Число 22 для тайных организаций и обществ – священная цифра. Во главе мировой масонской пирамиды также стоят 22 человека. Как полагают эксперты, это некая традиция, которая пошла еще с самых древнейших времен, начиная с Древнего Египта и языческой Руси, когда вершители решали судьбы народов, а остальные лишь исполняли принятые ими решения. Эти 22 апостола, которые на сегодняшний день правят у нас с вами и организуют, насколько мне известно, значит, так иерархия осталась, то есть 11 хранителей, 11 вершителей, при этом 22 человек собираются раз в 15 лет. Вот насколько мне известно, последний раз был это 14-й год, о до этого, в 99-м году они собирались, и насколько я понимаю, как только это сборище произошло, значит, у нас с вами вот это вот, как бы, благословление на Третью мировую войну фактически человечество получило. То есть это люди не те, которые, как бы, пытаются сохранить человечество в том первозданном виде, да, и нести мир, дружбу на землю. Это те люди, которые принимают особо важные решения для дальнейшего развития. По мнению исследователей, тайные организации Бильдербергский клуб и Комитет 300 исполняют роль ширмы. А их руководители даже сами не догадываются и не подозревают, кто же ими на самом деле руководит. Как удалось выяснить нашим экспертам, среди хранителей и вершителей тайм мира есть и граждане России. Когда говорят о том, что старцы, проживающие на Алтае, это не старцы, это один из, я знаю, один из хранителей находится на Алтае у нас с вами. Потому что они все живут в разных странах и, как бы сказать, спрятаны от... Ну, им не интересен вот этот процесс деления денег, да, развития государства. Они смотрят глобально. Понимаете, принять или не принять. Дальнейшее развитие в том виде, как есть. Если необходимы срочные меры, они такие решения принимают. Но к каким последствиям приведут решения ячеек тайных обществ, хранителей и вершителей? Как полагают эксперты, в первую очередь к тому, что при всех своих внутренних противоречиях они, конечно же, все-таки ведут к наднациональному объединению. Один из известных политических деятелей сформулировал эту идею достаточно остроумно. Он сказал следующее. Я хотел бы, конечно, чтобы государство пока еще существовало. Но чтобы оно было таковым, чтобы я в любой момент мог утопить его в своей ванне. Все транснациональное, то есть все уже... Все то, что не умещается в рамках государства. Я думаю, что вот консорциум транснациональных, скажем так, промышленных корпораций, предположим, это некий действительно зародыш будущего Министерства промышленности мирового правительства на самом деле. Консорциум транснациональных частных военных компаний, которые ни перед кем не подотчетны и делают многое того, что не делают вооруженные силы того или иного государства. Это, понятно, будущее Министерство обороны. Ну и так далее. По мнению экспертного сообщества, любое государство попадает под власть тайного мирового правительства, когда не только страна теряет суверенитет, но и когда происходит исчезновение и нивелирование национальных различий. Потому что для современного человека при прочих равных условиях приверженность своей стране своим национальным ценностям является главной. Мировое правительство может возникнуть тогда, когда большая часть граждан будет считать, что их лояльность по отношению к мировому правительству имеет большее значение, нежели к национальным институтам. Чтобы они себя, как хотите, ощущали гражданами мира, просто индивидами, но чтобы у них не было вот этого печати национального, чтобы они не осознавали себя русского, немцам, французам. Вот некий гражданин, человек мира. И вот этот вот человек мира является тоже очень важной основой, материальной, если хотите, основой, политической основой для формирования мирового правительства. Для функционирования тайного мирового правительства очень важно формирование неких общин в странах, которые бы действительно были носителями космополитической наднациональной системы ценностей. Но и это еще не все. Стремление духовно унизить людей, сделать их более терпимыми по гендерному признаку, также имеет долгосрочную стратегию. Социологические исследования, которые проводили, в частности, Соединенные Штаты Америки, которые я видел, показали, что эти люди в большей степени действительно имеют такую космополитическую ориентацию. Они в меньшей степени, скажем, идеологизированы, они в меньшей степени, ну, скажем, имеют вот такие вот специфические, ну, что ли, предпочтения, можно сказать, узконациональные. По мнению экспертов, в мире формируется иной проект человека. Вот такой. Их называют андрогинами. У них изменены личностные характеристики. Они ощущают себя мужчиной и женщиной одновременно. И, как следствие, андрогины более космополитичны. Больше космополитичность, больше интернационализм, если хотите, потеря связи с национальным, тоже создает возможность в перспективе, когда идея мирового правительства обретает права гражданства, по крайней мере, в сознании вот широких слоев населения. В начале 21 века подполковник американской разведки Ральф Петерс опубликовал статью, которая называлась «Карта Большого Ближнего Востока». Вот она. На этой карте видно, как правящие элиты США и наднациональных институтов планируют все страны этого региона разделить на части. Он был опубликован. В 2006 году, да, можно было бы посчитать это частным мнением, потому что он же был даже в отставке к тому времени, но вдруг это попало в учебные программы военного колледжа при Министерстве обороны США. Вдруг в 2006 году Кандализа Райс начала рекламировать этот план. То есть это совершенно работающая вещь. По мнению экспертов, раз мировое правительство де-факто существует, то все войны и конфликты, происходящие на нашей планете, становятся уже внутренними проблемами. А это означает лишь одно. Глобальную мировую гражданскую войну. Она сейчас реально идет по всему миру, перекраивая государственные границы разных стран. И получается некий калаш, где можно вырезать одну страну целиком и просто вклеить на ее место ду. Причем точно так же, как попытался сделать Петр Порошенко с обложкой журнала «Экономист». Вы смотрели самые шокирующие гипотезы. Единственную программу, где без ущерба для репутации мы с вами можем говорить о чем угодно. Мы ждем ваших вопросов на любые самые рискованные и необычные темы, которые вас волнуют. Пишите нам на электронную почту, а мы с вами увидимся уже в понедельник в это же время, как всегда, в 18.00.